книга открытым оком тема христос есть бог и истинный человек вопрос 1201 том 4 вы чаще употребляете господь чем бог если существенное различие отвечает игнать тихоныч лапкин господь по еврейски адонай это слово часто встречается в библии и соответствует еврейскому иегова вечный сущий и адон господин книга бытие 18 глава 3 стих 39 глава 2 стих книга исход 4 глава 10 стих давайте откроем и сказал владыка если я обрел благоволение пред очами твоими не пройди мимо раба твоего книга бытие 39 глава 2 стих и был господь с иосифом он был успешен у делах и жил в доме господина своего египтянина книга исход 4 глава 10 стих и сказал моисею господу о господи человек я речистый человек я не речистый и таков был и вчера и третьего дня и когда ты начал говорить с рабом твоим я тяжко говорю и косноязычен этому слову в греческом тексте нового завета соответствует кириос которая относится как к отцу так и к сыну евангелие от она 20 и 28 фама сказал ему в ответ господь мой и бог мой деяние 10 36 он послался нам израилевым слова благовествуя мир через иисуса христа сей есть господь всех книга откровений 1 глава 8 стих я есмь альфа и омега начало и конец говорит господь который есть и был и грядет вседержитель книга откровений 19 глава 6 по 16 стих и слышал я как бы голос многочисленного народа как бы шум вот многих как бы голос громов сильных говорящих аллилуйя ибо воцарился господи бог сидержитель возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу ибо наступил брак агнса и жена его приготовила себя и дано было и облеться весон чистый и светлый весон же есть праведность святых и сказал мне ангел напиши блаженные званые на брачную вечерю агнса и сказал мне сии суть истинные слова божии я пал к ногам его чтобы поклониться ему но он сказал мне смотри не делай сего я сослужитель тебе и братьям твоим имеющим свидетельство иисусова богу поклонись ибо свидетельство иисусова есть дух пророчества и увидел я отверстое небо и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный который праведно судит и воинствует очи у него как пламень огненный и на голове его много диадим он имел имя написанное которого никто не знал кроме его самого он был облечен в одежду обогренную кровью имя ему слово божие и воинство небесное следовало ли за ним на конях белых облеченный весом белый и чистый из жил из уст же его исходил острый меч чтобы им поражать народы он пасет их жезлом железным он топчет точила вина ярости и гнева бога вседержителя на одежде и на бедре его написано имя царь царей и господь господствующих слово бог употребляется во всех религиях и даже безбожниками слово же господь свойственно было израилю это слово более конкретно указывала на единого бога иегову бог во всех книгах ветхого завета мы находим два главных названия божественной сущности элохим и иегова элохим есть множественное число от эль или элоах арабско по арабски аллах под этим именем бог открывается патриархом книги бытие 17 глава 1 стих авраам был 99 лет и господь явился аврааму и сказал ему я бог всемогущий ходи предо мною и будь непорочен книга бытие 28 глава 3 стих в бог же всемогущий до благословит тебя до расплодить тебя и до размножить тебя и добудет от тебя множество народов эль шадай бог всемогущий это одно и то же его побивали камнями вопрах его на кресте распинали гна или в темницах и жгли на кострах и львам на съеденье давали но в тайны щели как луч золотой как воздух она проникала из мрака неволе из пепла костров сильна и прекрасно вставала и ржавые цепи срывала с рабов от тяжкого сна пробуждала и путь на гологофу во мраке мирском она пред людьми озаряла и в сердце холодном порочном людском счастливую жизнь создавала за правду святую нетленный венец в подвалах дворцах предлагала и раны разбитых и сирых сердец дыханием своим врачевала в молитвах глубоких и в чистых сердцах за мир она грешные рыдала и в селах и в градах в ущельях в стенах людей ко христу призывала о если бы на миг ты оставила нас холодных жестоких презренных исчезла бы радость и свет бы погас сердцах наших злых и надменных в селах и 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 в